Это новости в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! Сегодня в Международный день коренных народов мира. Телеканал «Север» присоединился к акции «Свой среди своих», поэтому эфир я буду вести в национальной неинской одежде. Сегодня расскажем. Медики продолжают работать в напряженном режиме. Третья волна коронавируса не дает расслабиться ни врачам стационаров, ни терапевтической службе, ни специалистам скорой помощи. В Заполярье подводят итоги Дня Оленя. Главный праздник Тундры в этом году состоялся лишь в пяти хозяйствах, СПК «Рассвет Севера», «Дружба народов» и «Восход», в Ненецкой общине Канина, а также на острове Колгуев. В Ненецком округе с размахом отметили Международный день коренных народов мира. В региональной акции приняли участие более 200 представителей разных народов. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Начнем выпуск с информации об эпид-обстановке в регионе. За минувшие выходные в Ненецком округе зарегистрировано 38 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1684 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В Ненецком округе зарегистрирован 21 летальный исход от коронавируса. На лечении с диагнозом COVID-19 находится 263 человека. Из них стационарное лечение получает 61 человек, амбулаторное – 202. И, как сообщила Елена Левина, в Ненецком округе на сегодняшний день имеется запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции. Он рассчитан на два месяца. Медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Глава региона, в свою очередь, дал поручение возобновить профосмотры. Жизнь, уважаемые коллеги, продолжается, она не останавливается. Мы в условиях коронавируса, эпидемии, с вами живем уже полтора года, вдумайтесь. Полтора года мы живем в условиях эпидемии. И людям нужно сдавать на права, людям надо продлить разрешение на оружие. Люди проходят медицинские осмотры по самым разным необходимостям. И здесь мы не должны останавливать работу поликлиники, больницы. Поэтому определитесь совершенно четко, какие дни жители наши могут пройти медицинские осмотры для того, чтобы получить справку в ГИБДД, в Росгвардию и так далее. И через средства массовой информации доведите это. Это очень важно. Они не болеют коронавирусом. Жизнь продолжается, люди женятся, у них рождаются дети, они продляют оружие, впереди охотничий сезон. У нас огромное количество охотников. И загонять их в угол и вынуждать их платить административку – нет, мы не будем этого делать. Медики тем временем работают в напряженном режиме. Третья волна коронавируса не дает расслабиться ни врачам стационаров, ни терапевтической службе, ни специалистам скорой помощи. Елизавета Кабанова продолжит. Начиная с середины июля медики скорой помощи работают в достаточно интенсивном режиме. Увеличилось количество вызовов, связанных с повышением температуры тела кашлем и одышкой. В основном это пациенты с ОРВИ из COVID-19. Штамм мутирует и заболевание сейчас протекает достаточно стремительно. Если сейчас у него показательные функции жизнедеятельности стабильные, то через часов 10-12 картина может измениться. Поэтому сейчас и критерии госпитализации немножко сменились. Принимается решение в пользу пациента, если динамически мы наблюдаем какое-то ухудшение этих показателей, хотя бы даже немножко. Но зачастую мы сталкиваемся с непониманием со стороны населения, негатив, но мы относимся к этому с пониманием. То есть мы выполняем свою работу и людям нужно понимать это тоже. Впрочем, часто жители Заполярья начинают паниковать безосновательно и звонят внеотложку при малейшем повышении температуры или недомоганиях. На таких вызовах медики-скорые лишь могут оставить рекомендации. В большинстве случаев на таких вызовах, прежде всего, это паника. Либо это из-за малоинформированности людей, либо это из-за, собственно, менталитета людей, да, которые считают, что если заболели, к ним нужно быть повышенное внимание. Ну, в большинстве вызовов с респираторной вирусной инфекцией, либо с ковидом, люди-то в скорой медицинской помощи-то не нуждаются. То есть они считают, что 37,5-38 – это та температура, которую надо срочно снижать. Что делать, если вы почувствовали себя, неважно. Необходимо вызвать на дом участкового терапевта, а в выходной день проконсультироваться с медицинской службой приемного покоя. Не стоит забывать, что основная функция неотложки – оказание экстренной помощи. Даже в период третьей волны 50% вызовов по 0,3 связаны с тяжелыми травмами, инсультами и инфарктами, а также другими критическими состояниями. И выезжая, например, к пациенту с температурой в 37, потратив на него 12 минут, столько в среднем уходит на одного пациента, медики могут не успеть кому-то, чья жизнь висит на волоске. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Одна из мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции – проведение ПЦР-тестирования. Сейчас его осуществляют либо по прилете в аэропорту, либо по предварительной записи во взрослой поликлинике. В нашу редакцию неоднократно поступали жалобы на организацию процесса тестирования. Сегодня съемочная группа телеканала «Север» также столкнулась с проблемами при сдаче теста экспресс-методом. Александра Литкова расскажет подробнее. Назначенное время для сдачи ПЦР-теста экспресс-методом во взрослой поликлинике – с 13 до 13.30 часов. К этому времени у кабинета уже собралась небольшая очередь. Проходит 10 минут 15, однако прием никак не начинается. Да недовольны обслуживанием. Чем я недоволен? Только этим. Написано в расписании с часу дня. Прием всего 40 минут. Мы уже сидим 20 минут. Люди собрались и никто не принимает. Никто этот вопрос решить не может. Обращаясь в регистратуру, меня посылают куда-то к старшей медсестре. Почему я должен искать старшую медсестру? Это если их обязанность. Я оплатил ПЦР-тест. Пришел сдать его. Меня не понимают. И не только меня. В регистратуре учреждения всех, кто жаловался на задержку приема в кабинете, отправляли к старшей медсестре, которая находится в отпуске. С опозданием на 25 минут прием все-таки начался. Так, время. 12.21. В кабинете никого нет. Приема нет до сих пор. Можно не принимать? Извините. А это вы принимаете в Москве? В Москве, да. Мне сейчас сказали. А почему вы не подошли к часу? А мне только сейчас сказали. Подойти сюда. Сейчас, до половины второго. Но мне только сейчас сказали. Я подошла сразу. Вы понимаете, что у вас там время, до половины второго? Вопроса никому нет. А к кому? Дозвониться до главного врача Ненецкой окружной больницы и выяснить, почему в кабинете на начало приема нет сотрудника, нам не удалось. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 74 года исполнилось отделение санитарной авиации Ненецкого округа. Она была создана 7 августа 1947 года. Несколько десятков лет вместе с экипажами Нарьинмарского объединенного авиаотряда летающие медики предоставляют экстренную помощь жителям отдаленных сел и деревень, кочевому населению, работникам месторождений и морских судов. Кроме того, второй год подряд вывозят и больных коронавирусной инфекцией. «Вызывы поступают ковидные в деревне, бывает, что и на месторождение. Вот, Коткина у нас мы летаем в последнее время часто, Красная, Индига, Амдрама. Последние, ну, в неделю, два-три вылета у нас есть на ковидных больных. Селах берут и мазки, мазок, если положительный, они консультируются с нашими инфекционистами и принимают решение на вывоз таких больных, чтобы они не затяжелели дальше. Лучше вывезти пораньше. Я хочу поздравить наш коллектив весь. Всем пожелать здоровья, в первую очередь, да, нашим сотрудникам, их семьям, вот, благополучия, терпения, сил, чтобы нам хватило на этот ковид. Всем мы уже, конечно, устали, но это наша работа, мы ее будем выполнять до последнего. Ежегодно врачи, фельдшеры и медсестры отделения экстренной консультативной медицинской помощи выполняют до 300 вылетов. С начала 2021 года на счету службы 155 экстренных перевозок по Ненецкому округу. В Ненецком округе завершился главный праздник Тундры – День Оленя. Напомню, в этом году из-за эпидемиологической обстановки он проходил лишь в пяти хозяйствах – СПК «Рассвет севера», «Дружба народов» и «Восход» в Ненецкой общине Канин, а также на острове Колгуев. За дни празднования Наринмарский объединенный авиаотряд выполнил 10 рейсов в хозяйство округа. Помимо тех, кто отмечал День Оленя, был доставлен груз в семейно-родовую общину Ямпто и в сельскохозяйственные кооперативы Нарьянаты, Харп, Ижимский оленевод ИКО, ЕРФ, Заполярье и в Ненецкую агропромышленную компанию. Всего в хозяйство было перевезено 147 человек, которые были вакцинированы и прошли ПЦР-тестирование, чтобы не привести инфекцию к оленеводам. Доставлено 22 тонны полезных грузов. В этом году, несмотря на все ограничения, удалось праздник сохранить, потому что своими глазами видел, насколько важна возможность дополнительной доставки грузов, товаров, необходимых именно в стойбище, в тундру для оленеводческих хозяйств. Сложно переоценить, потому что везли себе медикаменты и средства санитарной обработки для оленеводов. Везли, как вы и сказали, генераторы, лодки, бинокли, специальное обмундирование, которое нужно в тундре. То есть именно то, что у вас требовано в оленеводческих хозяйствах и то, что сложно достать на месте. Напомню, День оленя для кочевого населения – главный праздник. Этакий Новый год, когда оленеводы подводят итоги, выявляют сильнейших в национальных состязаниях. Это прыжки через нарты, метание тензея на хорей, бег по пересеченной местности, тройной национальный прыжок. На сегодняшний день в Ненецком округе 27 оленеводческих хозяйств, поголовье оленей – более 170 тысяч. В отрасли трудятся 970 человек. В Ненецком округе с размахом отметили Международный день коренных народов мира. В региональной акции приняли участие более 200 представителей разных народов. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Несмотря на то, что наши традиции и корни уходят в далёкое прошлое, и уже кажется, что всё меняется на новый лад, молодёжь только начинает вдохновляться народными традициями. Этномода начинает набирать обороты. Молодое поколение всё больше заинтересовано вопросом «Откуда родом моя семья и чьи гены у меня в крови?» В честь Международного дня коренных народов мира этнокультурный центр провёл акцию «Свой среди своих», направленную на сохранение и продвижение традиций народов. Именно поэтому нужно поддерживать их интерес. А акция только этому способствует. «Я принимаю участие в акции «Свой среди своих» второй раз. Мне просто нравится эта акция, сама её идея, поддержание национальной, ну, своей национальности». Преображение в традиционный образ переносит человека в прошлое. Ведь раньше в жизни наших предков народный костюм являлся повседневным. «Когда я ношу костюм, я как будто возвращаюсь в прошлое, вспоминаю своих родственников и так далее». «А вообще важно ли сейчас проводить такие акции, сохранять?» «Я думаю, на самом деле да, потому что, чтобы люди не забывали, от чего всё пришло, какие были раньше народные культуры, традиции». К сожалению, в наше время человек в традиционном костюме – это что-то эксклюзивное и что-то необычное, по сравнению с прошлым. «При участии, когда надеваешь костюм, какое-то вдохновение, какой-то позитив, ощущение необыденности. То есть это всегда красиво, оденешься, люди смотрят, и люди идут, они улыбаются. То есть костюм вызывает улыбку не только у самого участника акции, но и тот, кто видит тебя в этом костюме». Вот так вот, поучаствовав в акции, Екатерина подала пример своим детям, которые уже в столь раннем возрасте с удовольствием носят традиционные костюмы своих предков. «Костюмы мне нравятся, потому что он такой красивый и древний». На сегодняшний день единственное, кто может передать нам всё то, что было раньше – это наши родители, бабушки и дедушки. «Надо традиции соблюдать, сохранять, и чтобы молодёжь это знала». Анна работает портным. Совмещая работу, она шьёт в своей семье традиционные костюмы, что и способствует сохранению колорита своего народа. В преддверии акции Анна смастерила шикарный костюм для своей внучки, чтобы она смогла достойно продемонстрировать свой наряд. «Так, сарафан мы шикарный шили, нижнюю юбку шикарнейшую шили. Ну, конечно, может, это не стоит говорить, но она очень красивая и шикарная, шикарная». Вот с такой любовью и гордостью Анна внесла вклад в сохранение традиций. В Ниньский округ также приехали и гости с республики Коми, чтобы поддержать акцию свой среди своих. «Очень хорошо, я сегодня уже погуляла по Нарянмару в таком костюме. С теплохода вышла и пришла сюда». Ежегодно Валентина приезжает из Краснобора, чтобы пообщаться с местными этнографами. Ведь наш округ достаточно знаменит своими традиционными коллективами и сообществами. Уже четвёртый год подряд под инициативой этнокультурного центра жители округа выходят на улицы, демонстрируя национальные костюмы коренных народов. «Люди участвуют охотно, с интересом. Конечно, единицы отказываются, но это и право. Нам-то самое главное хочется, чтобы человек испытал необычные ощущения, прожив целый день в народном костюме. Безусловно, когда ты наряжаешься с утра, то ты, конечно, вспоминаешь в первую очередь своих бабушек и дедушек, которых ты, вероятно, застал. Помнишь, как они ходили в этой одежде, какая она была. И многие говорят, что мы этот день посвящаем именно им, своим родственникам». В этом году к акции присоединились и другие регионы. Очень отрадно, что масштаб мероприятия и количество участников растёт с каждым годом. Региональный флешмоб поддержали Государственный народный дом творчества имени Поленова и Финно-Угорский культурный центр Российской Федерации. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». К Международному Дню Коренных Народов Мира мастерицы из Ненецкого автономного округа показали свои работы, поделились опытом и рассказали об истории своих изделий. О хранительницах ненецких традиций расскажет Катрина Тайборей. Международный День Коренных Народов Мира – один из самых добрых праздников планеты. 9 августа его отмечают по всему миру. Но что же на самом деле отражает истинную культуру народов? Ответ очевиден. Конечно же, его национальные костюмы. На мне сейчас неинская паница. Локоть лисицы, след медведя, хор ламбей, в переводе с неинского – арга оленя. Все это – название неинских орнаментов. Север всегда славился своим колоритом, во многом благодаря мастерицам нашего региона. Одна из них – жительница поселка Красная Екатерина Тайборей. Родом женщина из малоземельской тундры. Любовь к шитью ей прививала с самого детства мама. С малых лет Екатерина училась держать в руках иголку с наперстком и шить оленьими жилами. Я начинала шить вот с таких вот куколок. Малицы им шила. Это ненецкие куклы Уко. Они шиты из клюва птиц. Куколки всего стойбища были одеты. Об этом маленькая Катя позаботилась. С годами приходил опыт и новые идеи. Сегодня мастерица виртуозно владеет инструментами для шитья. В её коллекции множество бурок, панец, малиц на все возраста и для каждого члена большой семьи. Но, как говорится, талантливый человек талантлив во всём. Помимо шитья Екатерина Тайборей поёт, ставит спектакли, пишет песни на ненецком языке. Долгое время проработала методистом ненецкого отдела в Доме культуры. И все костюмы для своих постановок и выступлений коллектива шила сама. И вот когда я ставила спектакли, мне всегда нужны были костюмы. То костюм для бабушки, вот этот вот. Он костюм это для бабушки шила. Костюмы были разные всегда. Это для женщины костюм был шит. Как ни крути, развитие есть везде. И даже в национальной культуре. Я участвовала в инновации традиции ненецкого костюма в конкурсе. Вот я шила все вот эти вот уже стилизованные костюмы. Есть и те мастерицы, которые выдвигают традиционное ремесло на новый уровень. Продвигают массы и шьёт не только для семьи. Лилия Тайборей, например, основала дом ремёсел в ненецком посёлке. И одевает всех желающих, изготавливая одежду на заказ. Начиналось всё, как обычно, из дома. Мы же просто пока реализуем свои какие-то творческие потребности. Мы начали вообще просто шить обувь, шьём бурочки. Значит, если шьём бурочки, есть материалы, остаются остатки, и, соответственно, ты уже начинаешь, хочется чего-то творческого. Национальную культуру важно не только сохранять, но и продвигать. Знакомить мир с колоритом ненецкого народа. Этим Лилия и занимается. Стали делать заказы именно традиционной одежды нашей. И так получилось, что нам не стали интересоваться и приезжать в гости. Мастерица сохраняет технику шитья предков. Его первоначальный вид, каким он был много десятилетий назад. Несмотря на то, что шитьё национальных ненецких костюмах очень трудоёмкий и кропотливый труд, Лилия Тайборей наслаждается творческим процессом. И любимое занятие стало способом заработка. То, что умеем хорошо делать, можно и на этом зарабатывать. В первую очередь, когда я открывала, я думала, что доход всё-таки какой-то всё равно будет. Как отмечает мастерица, фишка Ненецкого автономного округа – это его люди, самобытность народа и его культура. Мы со своей стороны, как ненцы, мы можем показать ту красоту, которую могут увидеть люди со всей нашей страны, даже не только и всего мира, на что мы способны. Сохранить свои корни, истории своего народа и самобытность крайне важно в современном мире. Ведь именно наши истоки делают человека неповторимым. Катрина Тайборей, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова